Всем привет, с вами Голая, и сегодня я выбрала необычную, но довольно интересную тему. Мы поговорим о чатах и прочих местах скопления комьюнити. Когда мы говорим чаты, мы имеем ввиду общение между игроками, и вливаться в него нужно, поверьте, это того стоит. Умелое использование сервисов, чатов и прочих благ цивилизации поможет вам качаться быстрее, зарабатывать на самом разном, а также завести друзей или пополнить черный список, что тоже очень важно. Как же пользоваться чатом? Нажмите Enter, чтобы активировать окно чата. Давайте посмотрим на его интерфейс. В основном окне вы увидите сообщения людей и свои собственные. Снизу слева вы можете выбрать тип сообщения, которое будете писать. В область такое сообщение увидит те, кто находится с вами на одной локации. Личное, в гильдию, в торговый чат и так далее. А в остальной области снизу пишите свое сообщение. Сверху вы можете включать или отключать определенный тип чата. При нажатии на торговый или глобальный чат правым кликом вы сможете изменить его номер. Если сразу зайти в чат не удалось, потому что он переполнен, попробуйте еще раз. Рано или поздно вас пустит. Чтобы попасть именно в англоязычный чат, можете добавить в конце N через пробел. Или же в настройках User Interface выберите язык чата English. Я всегда и всем, кто хотя бы как-то может в английский, рекомендую именно такую настройку, потому что в англоязычных чатах значительно больше людей. Прям, ребят, в десятки раз больше. Что поможет вам быстрее решить свой вопрос, каким бы он ни был. А вот вам пара удобных инструментов для пользования чатом. Если хотите линкануть предмет, то сначала откройте окно инвентаря или сундука с этим предметом, а затем окно чата. Нажмите Ctrl-Alt и левым кликом по предмету. Вуаля, он в чате. Только смотрите, отправьте его по правильному адресу. Если нужно будет отправить ваше сообщение еще раз, нажмите в чате кнопку вверх и увидите его в строке. Помните, что если будете спамить, получите временный бан в чате. Если вы на карте или в другой заварушке и вам пришел трейд, вы хотите максимально быстро ответить на него, то есть команда Ctrl-Enter. Которая откроет чат и в качестве получателя сообщение сама выберет последнего писавшего вам. И вам останется только ответить что-то в стиле 2 мин. Ну, то есть, типа, чтобы чувак подождал пару минут. Кстати, есть и более эффективные средства для таких ситуаций. Если точнее, то я говорю о программе помощники для трейдов и обмена сообщениями Mercury Trade. Гайд по ней я сделаю чуть позже в этой лиге. Также вы можете сразу печатать в нужный вам чат, начав сообщение с соответствующего символа. Какие вообще бывают чаты в PoE? Ну, начнем с того, что делятся они на Global и Trade, глобальный и торговый. Как вы поняли, Global для бесплатных сервисов, вопросов и поиска пати, а Trade для товарно-денежных отношений. А теперь давайте разбираться с номерами чатов и какие версии Global или Trade они имеют. 1. Это такой, типа, общий чат, тут все обо всем. В Global 1 вы можете спросить и, возможно, вам ответят. В Trade 1 вы можете попытаться продать или купить все, что угодно. 100. Это чат для поиска гильдии, рекрутинга и всякого такого. Это только Global чат, потому что о торговле тут речи нет. 159. Чат для обмена картами. Здесь вы можете обменять одну карту определенного тира на другую. Например, одну карту четвертого тира на другую карту четвертого тира. Обмены другого типа будут значительно менее популярны, поэтому этот чат тоже глобальный. Валюта в таких обменах не участвует. Активен чат в основном в первой неделе лиги, потому что большинство игроков закрывает Атлас именно в это время. И если вы начинаете играть, скажем, через месяц после старта лиги, то пользоваться чатом, скорее всего, бесполезно. Вам придется покупать карты на трейде. Вот и сейчас тут тихо, как в склепе. Кстати, знаете, почему выбран именно такой номер? Потому что в данный момент в Атласе ровно 159 карт. Когда их было меньше, чат имел соответствующий номер. Так что рискну предположить, что если карт станет больше, то номер чата снова изменится. 800. Чат для обмена валютой. Здесь, напротив, только трейд-версия чата. Никогда им не пользовалась, но предположу, что он тоже активен только в начале лиги. При наличии полноценного трейда с его удобными инструментами, думаю, что этот чат отчасти потерял свою актуальность. 820. Сервисы, роташки и все самое актуальное. У этого номера тоже есть своя небольшая история. Дело в том, что изначально этот чат был предназначен для роташек на мастеров, чтобы прокачать их репутацию как можно быстрее. А ввели старых мастеров в игру 20 августа, поэтому чат получил такой номер. Тогда система мастеров была другой, и сегодня эти роташки актуальны только в частных случаях, например, на Ника. Но, тем не менее, есть и другие бесплатные сервисы, например, испытания для оберлапы или роташки на какую-то карту. Поэтому 820. Чат существует и для глобал, и для трейд-версии. Вообще, 820. Чат самый популярный, поэтому позволю себе рассказать о нем побольше. Во-первых, роташки. Для многих новичков это слово незнакомо. Суть в том, что собираются несколько игроков, в основном 6, то есть до полной пати, с одинаковым ресурсом, и пробегают карты друг друга по очереди, фармия этот контент. Например, у вас есть красная миссия Ника. Если вы пробежите ее у себя в соло, скажем, на Т-15, то получите примерно 4500 серы, по 1500 серы с кучки. А если будете в пати из шестерых, то математика такая. За каждого игрока в пати, кроме основного, количество вырастает на 50%. То есть 1500 превращается в 5250 с одной кучки. Далее это количество делится между всеми игроками, то есть на 6. В результате каждый игрок получает 875 серы. То есть в трех кучках у нас будет 2625 серы на одного игрока. И это только с одной карты, а карт таких будет 6. В итоге суммарно вы получите где-то 16000 серы за одну такую роташку из шести карт. Виготно. Но, безусловно, нужна надежная пати, а в чате можно встретить и скамеров, которые поюзают вашу серу, а когда придет их очередь открывать карту, просто ливнут. Во-вторых, в 820 чате можно купить какой-то сервис, например, убийство вашего Убера или Керри в Уберлабу. Но будьте осторожны, тут тоже много скамеров, которые захотят вас обмануть. Сервисы я рекомендую приобретать на форуме, чуть позже я расскажу, как именно. В русскоязычных чатах нумерация такая же, но народу там на порядке меньше. Самое время переходить к сленгу в чатах. Самые важные аббревиатуры это И другие полезные, часто употребляемые слова в чатах это Спотс или просто дробные числа, это количество занятых мест относительно общего числа мест. Например, если вы видите Спотс 4-6, это значит, что осталось 2 свободных места в этой пати. Тип или Типс, это чаевые. То есть человек не установил фиксированную плату за свой сервис, но ждет от вас, что называется, сколько не жалко. Экспи Личерс, это для тех, кто хочет побегать с Керри на его картах просто ради кача. Весь лут всегда получает Керри. Воровать в такой ситуации плохо. Осуждаю. Толк от вас в том, что за каждого нового члена пати Керри получает плюс 50% в количестве дропа валюты и годальных карт. А вы, соответственно, качаетесь. На халяву карты, естественно, принадлежат Керри. Сообщение выглядит примерно так. LF, looking for, ищу, экспи Личерс, for burial chambers, Т4, full MF, my loot. Здесь указаны условия и тир карты, на которые будет происходить действие. Если вы только что закончили сюжетку, покачаться тут на халяву очень круто и очень быстро. А вот если вы уже хотя бы 75-й, то вам нужно искать что-то аналогичное, но посолиднее. В игре есть два типа досок объявлений. Notice board и event notice board. В первой вы можете найти себе пати под определенную цель, а во второй принять участие в поединке PvP, но в Path of Exile это крайне непопулярно на сегодняшний день, или же в ивенте. Как я понимаю, например, это гонка флэшбэк, но обычно на нее записываются при запуске игры. Просто я ни разу тут не видела никаких объявлений, так что я не особо понимаю, зачем нужен этот раздел. Таким образом, вторая доска довольно бесполезная. Что касается первой, то скажу пару слов. Вообще, всю информацию вы можете видеть уже на экране. Чем пати занимается, сколько в ней на данный момент участников, какой примерно требуется уровень для участия в этой пати, и какой тип привязки используется. Также считаю уместным в этом гайде рассказать об официальном англоязычном форуме Path of Exile. На русскоязычном форуме, к сожалению, опять же, очень мало народа, и такая ситуация, скорее всего, сохранится. В пое англоязычная комьюнити всегда будет больше русскоязычного. Итак, я уже рассказывала вам, как с помощью форума продавать предметы, а сегодня я поделюсь другой важной темой – сервисы. Вы не можете найти или убить какого-то босса? Хотите скрафтить предмет, но на вашем ремесленном станке нет нужных свойств? Тогда вам сюда. Заходим на англоязычный форум, открываем раздел «Трейдинг» и находим нашу лигу. В данный момент это Blight, нас интересует Blight Shops. Здесь вы видите в основном крафт-сервисы, потому что в этой лиге боссы не особо актуальны. Заходите на подходящий вам пост, смотрите, есть ли нужная услуга, чекаете цену и одним глазком поглядываете, давно ли создан этот пост, много ли отзывов и так далее. Именно на форуме собраны люди, которые дорожат своей репутацией. И лучше всего крафтить или заказывать босс-киллеров именно тут, а не у рандомов в чате Trade1 или 820. Это очень рискованно. И после того, как воспользуетесь сервисом, будьте добрым человеком, оставьте отзыв на форуме. Этим вы помогаете таким, как вы сами. Вот и все, что мне известно о чатах в Path of Exile. Как видите, это очень полезный инструмент, если пользоваться им с умом. Как обычно, все вопросы можно задать под самыми новыми постами в моей группе ВК или во флотконфер в Дискорде. А стримы можно посмотреть на Твиче и спросить меня обо всем на свете лично. Все ссылки в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!